привет друзья с вами антиквар и мы продолжаем проходить третий героев сценарий на средних карт если не видели прошлое наше прохождение на карте пираты рекомендую посмотреть это не отнимет у вас много времени но прохождение было реальный качество это было пожалуй самая лучшая самая удачная моя игра в третий герой за все время что я практикую это дело так ладно сейчас у нас на очереди миссия повстанец крестьяне восстали теперь надо воевать единственная надежда на мир найти гравль не притязательно все начинается окей так у нас на выбор по дефолту доступна инферна и цитадель и плюс есть предлагают сыграть под красным знаменем за случайный замок я давайте выберу цитадель в этот раз прошлый раз у нас была стратегия блуждающий вару как-то мы не отталкивались от игры за наш замок при игре за цитадель давайте в этот раз попробуем поиграть именно от наших собственных возможностей 1 выбирать не буду пусть рандом решит за кого мы будем так у нас тот же самый гречи я прощелкал название начало начальное сообщение ладно город крестьяна град является связующим между всеми тремя нациями так что единственным способом вы не все три нации является постройка грааля в данном городе главная проблема найти грааль раньше ваших противников найдите грааль вместите его в христианоград и люди всех наций реками будут превозносить ваше имя ну окей первое сообщение на паузе тогда я думаю вы прочитаете когда будет смотреть это видео так кто у нас доступен какой еще герой йог да со специальностью циклопа нападение ну йог мне менее симпатичен чем гречен гречен девушкой а это именно девушка для тех кто не смотрел на наше прохождение прошлое я уточню это действительно барыжа она конечно просто красотчика тут не дать не взять так и мы что мы давайте чтобы нанять второго героя йога да и забрать лесок хорошо тоже зайдем для дальности бега ну что же поехали йога поделиться нами армии мы ее поделим так у гречен у нас есть следопыт что не может не радоваться следопытом перемещаться пересеченной местности конечно куда как интереснее чем бизонова так у нас есть трава это прекрасно обратите внимание не у шахты не у лесопилки не было ресурсов да а нам-то они нужны хорошо что мы две кучки дерево нашли пусть они были маленькие но они нам нашли и давайте вот так мы сделаем сразу чтобы построить замки префектуру и не терять времени так хорошо хорошо продолжаем разговор если не ошибаюсь вот этот артефакт добавлен был именно в ходе и он минусует дух оппонента на двор то есть как вы понимаете артефакт по прекрасно я думаю понятно на двор это чудесно что может быть прекрасней до очередной лобоватники топонистик надо это берем естественно лучше передвигаться так у нас то есть мантикуры на выбор или могущественные личи до нужно пробить чтобы пройти дальше ну такой себе выбор на самом деле ни тех ни других пробивать то не хотел так 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 разу мы наверное не будем до кидаться во все тяжкие особенно учитывая через кого нам надо проходить нам надо строить экономику нам на это нужно 15 дерева еще на башню нужно будет 5 ну давайте да у пейма это сделать провернуть а пока попробуем найти кого нам можно обидеть так сказать на этой территории да плотненькие такие герои до героя вражеские отряды не так просто здесь через них проходить так ладно у нас никто собственно не подгоняет особенно что пройдите через них срочно наверное нужно вот начать с элементарий сводных и кристаллы забрать которые нужны для нашего замка обязательно и меч лежит на 3 атаке да меч тёрну тёмного рыцаря надеюсь что стрелков здесь не будет улучшено будут 8 штук количество 8 штук так ладно единички побежали возможно посмотрите умеет отвлечь nothing так надо как-нибудь встать аккуратненько чтобы не попасть под раздачу но при этом заблокировать стрелку таким образом это можно сделать здесь начинаем развлекаться по полной программе я сейчас это странно все это сделал что лук не подбежал не подумал я об этом и это очень не хорошо да какая неприятность это стоило нам дополнительных нескольких гоблинов до которых мы потеряли ну ничего страшного за ошибки нужно платить и же такая история есть на кого бежать на себе так забираем клинок мертвого рыцаря 7 атак у нас у гречен уже это солидно так сейчас что гильдию магов настроил надо наверное посмотреть что там за магия и купить по возможности по возможности естественно она у нас есть ухты золотой лук да зловещие глаза закрывают золотой лук это прекрасно возможность стрелять без штрафа на расстоянии у нас во первых сейчас нет стрелков для начала так здесь на что на самом деле так ерунда всякой даже стрелы нет не будем тратить деньги сейчас тогда на это пойдем посмотрим гоблины у нас которых надо обязательно ящера загораживают все башню строится и не очень понятно если честно что нам дальше делать в том плане кого убить да да оппоненты да да довольно сильные отряд это довольно сильнее стоят на карте прямо скажем не очевидно в дальнейшее развитие событий так хотя че не очевидно строится надо экономить возможность дальнего перемещения сферу можно кстати поменять так поменять я думаю что вот так даже это сделать строим муниципалитет ну и на месте сидеть-то смысла нет да то есть надо куда-то в любом случае передвигаться развиваться развиваться куда не очень понятно так делать не стоит чтобы нанять стрелков хотя бы да денег на орков нанимаем гоблинов еще десяточку пятнашку возьмем здесь в общем ударный стык хотя бы стык 5 получается да ну давайте нагнул их мы пойдем посмотрим как это все работает я думаю что наши гоблины здесь как раз то и разберутся отлично разберутся фактически фактически одного мы все потеряем ничего страшного одного это ничего страшного так получаем еще один уровень да ну через кого проходить вообще-то не очень мне понятно десять мантикор даже пути предположим что их десять ну ни кем делать так особенно ни кем птицы рук стоят тоже такой себе вариант а там уже и оппонент да ну присматривается ну на самом деле такой сейчас здесь и был расчет что они заходят на убийца ящера ну это мало что меняет так личи 5-9 да кто против нас кстати играет кого выбрал красный а тоже тастадель 2 тастадель 1 инферно ну любопытно любопытно так ладно делаем код иду а здрасьте здрасьте приехали ну тут с игритами уже все в порядке да ну что делать надо нанимать все войска которые есть и что идти в бой здесь могу и отказываться да идти в бой тут какие то никаких других вариантов я не вижу иначе нас оппонент просто раздавит так птицы 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 птицами а давайте мы попробуем проскользнуть компоненту он ушел я так понимаю основным отрядом туда так единственное что нам сделать если будет нападение на замок ну вот можно нанять ажабаркаса можем птичек поставить ну в любом случае надо построить стадель чтобы хоть какая то защита была да башня работаем так давайте поднимем моралище ну здесь мы были лучше особо и негде побывать ага синий сверху красный уже да варроры я так понимаю магию земли нам предлагают аааа значит что давайте наверно магию земли я возьму так хотя книги то у нас пока нету да но будем иметь ввиду что у нас здесь есть магия земли ага здрасьте Игнат с такой армией это тоже неплохой бить с ним всякой не хочется у нас замок мы проскочить мимо Игната и забрать замок вопрос так птичек мы строим в любом случае войска нам нужны войска нам нужны ну давайте зайдем замок что сделать так ага и синий решил на нас не нападать вот он решил на нас не нападать то мы заберем замок то мы заберем замок да не очень это хорошо и приятно мягко говоря армия тает как с них на солнце ну еще ход терпеть да ага а он предлагает ущельно магию земли да взять ну мы возьмем пока продвинутое нападение зачем нам тратить зачем нам на это тратить да навык на уровне мы можем просто так в любой момент взять в хижине так и знаете что я сделаю давайте мы раз уж такая пьянка пошла за этот замок нам надо держаться при любых раскладах так давайте посмотрим так а тут еще деньги да были давайте как то вот отсюда мы побежим в случае чего за деньгами вот таким образом ну и еб здесь стоит на хозяйстве угу синий прибежал так понятно взял во альтимой там стоит да спинцы если кто не помнит и закрыл нам тем самым карту так а стоит ли нам цепляться за этот замок да и она опять у нас дилемма или опять провести такую рокировку какие у нас еще варианты на самом деле я вам хочу напомнить что на севере на севере что третий замок ну судя по всему он на севере да треугольником скорее всего располагается варварский замок он обстроен гораздо лучше нашего так что вероятно имеет смысл попробуйте его занять так давайте-ка мы вот что сделаем с вами заменяем все ресурсы непрофильного характера купим себе армию и пойдем попробуем это сделать потому что да вообще все что-то непрофильного или мы это сделаем или возможность игры на этой карте будет для нас под большим вопросом так 2600 и снимаем давайте без хотя бы наймем да так что под завязку ну вот как-то так книгу так дружку да я так понимаю что нам именно что на север да нужно идти так йогу идем возьмем гоблина чтобы хоть как-то посопротивляться да эти стады руки стреляли по врагу мы делаем ход ага Сина бежит за замком так здесь мы продвигаемся но строить больше ничего не будем нанимать ничего не будем это пустая трата времени и денег да я считаю здесь весов возьмем или сапливочку так мы делаем ход мы всем здесь пропускаем тут боевать то нам неким откровенно говоря Отходим туда, где стены не порушены, все получше, чем он сам исполнял, я не знаю, еще и криты забрали, есть такое ощущение, что если бы я нанял тут армию, то мы бы стояли, есть такое чувство, взял и взял, так, а мы заходим в армию, берем 2 атаки, еще десяточка у нас теперь, депрекона на пути, ну давайте побьемся с депреконами, бой будет простой, тихоходные ребята, которые нам ничего не хотел поставить, так, ну что же, давайте посмотрим, что тут еще у нас есть, вот мы приближаемся, да, к замку, зубчатый вал, ну нападаем, что нападаем, тот же дом построен, так, давайте посмотрим, что будет делать наши монеты, будет ли он вообще выходить из и это не может не радовать, давайте наверно бить, да, чтобы экономить войска как-то сильно не будем, ага, ну птицы, конечно, это проблема, но всем миром навалившись, я думаю, что мы ее решим, тем более, что они полетели бить все, можно сказать, замок пал, все понятно, ну потери, скажем так, терпим, окей, да, и здесь смотрите, ну удачный размен, удачный размен, прямо скажем, здесь построен на капитолий, да, который несет 4000, у войска скуплены, конечно, целиком и полностью, но мы можем нанять ДСу, да, сразу, чтобы, ну как-то, и войска передать нам, и на разведку двигать. Так, вот и башенка тут, если хорошо было бы в нее зайти, конечно. Так, ну, такая карта-то, да, непростая, ресурсов мало, если бы мы не пошли в размен, то я чувствую, что ничем хорошим все это могло бы и не закончиться для нас. Ну, не факт, что сейчас чем-то хорошим для нас обязательно закончится. Но мы, по крайней мере, будем к этому стремиться. Так, где у нас красные оппоненты? Катберт бегает, один, второй танк, так, вот Крестьяноград, да, ну, вот так, в принципе, ничего такого запредельного нет. Угу. Катберт, ну, ерунда, в общем, Катберт нам какой-то угрозы меня не представляет. Да, давайте у воздушных элементарий, ну, не буду проводить бой, да, тут все, в общем, точно, непонятно. Так, ну, а где иллюзий? Никаких иллюзий быть не должно. Баркас у нас, да, тут разведывает чё к чему. Угу. Ну, Катберт дарнал десу. Ну, замка-то у красного нет, да, насколько я понимаю. Два подо мной, один под синим, мой родовой. Поэтому тут красный должен или выбивать меня из замка, к примеру, что сделать это, конечно, будет, мягко говоря, непросто. Ну, либо покинуть этот мир, да, через несколько дней буквально. Так, ладно. Калхумус, да, исцелизация Гоги, плюс один кристалл. У сифинрот, да, я сифинрот. Такая барышня. Пристала покопить, мне здесь войска все равно понадобятся в замке. Если его оборонять, оборонять его я буду. не факт, что у меня это получится сделать, но пытаться я буду совершенно точным. Так, ну и гречен стоит. Так, прекрасный, со всех сторон прекрасный. Здесь что мы делаем, эти волков что-ли улучшим, улучшим они всяко пободрее смотрятся, так, сиферн-рот здесь, включает это окно, еще руда, две руды, смотрите у замка инферно рядом две руды, неожиданно, гномиков отмучаем для опыта, да. Да, и три, конечно, в борьбе с такими оппонентами смотрятся неплохо, скажем так, мягко скажем, неплохо. Так, ладно, делаем ход, здесь нанимаем авиа. Давайте, наверное, кстати, улучшим еще и орков. В чем, кстати, между ними разница, давайте. поглядим. Так, не улучшенные орки, 8-4, атака защита, 2-5 урона, здоровье ухом. 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 Сиферн-рот может победить, посмотреть, что у нас в округе делается, да, чтобы возможное нападение врага не было для нас неожиданно. Так, здесь мы просто нанимаем всех, все войска, которые есть. В случае чего будет кем избиваться, да, при осаде. День. Опа, смотрите, чем у нас Игнат-то занят. Чем у нас занят-то этот товарищ, он у нас роет Грааль. А я, главное, сижу такой, не чешусь. Ну, роет или что-то там, суетится. Чувак, пусть продолжает. Так, надо быть внимательнее, конечно, мягко говоря, иначе это может нам стоить игры. Так, сколько нам нужно на уровень. Да, давайте. Внишнем он не будет, защита. Нападаем на Игната. Смотрите, какой был Иерсный товарищ, да. С тактикой, прокаченной по полной программе. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. 6, 7. Давайте-ка я по импам пройдусь так, чуть-чуть. Угу. И вот так. Ну, мы тут явно побеждаем. Не так, чтобы совсем без потерь. Ну, в то же время, с приемлемыми, да, затраты. Угу. Победу над врагами, да, чтобы выиграть этот сценарий. Для этого нам нужно чего? Убить синего. Такая последняя серьезная преграда у нас на пути. нет, синий. Нет, синий. Так, ну ладно. Да, красный уходит из мира. Это чудесно. мы получаем армию, да, дополнительную. Ну, пойдем пообщаемся с синим по душам. Так, кто у нас, 47? Так, давайте оставим. Да, вот так будет неплохо. Пройти можно и здесь, да, к синему здесь ближе. Вот тут, я так понимаю, тоже такой сектор, связующий наши земли. Ну, пойдем там, где наверняка пробьемся. Посмотрим на артефакты. Ну, что-то есть интересное, но на это нет денег. Поэтому мы только посмотрим. Так, и делаем ход. Вот он, синий у нас тут безобразничает, да? Так сказать, в центральной части мира. Ага, и у нас мантикоры еще стоят не убитые, не пробитые. Так, справимся ли мы с ним? Да должны мы с ним справляться. Ага. Ну, тут вообще без вопросов. Так, кого мы убираем из армии? Армия-то неплохая, жалко убирать кого-то. Ну, давайте вот так, наверно. Стрелков оставим. Да. Или вот так. Так, как лучше сделать-то, непонятно. Да, с мантикорами сейчас нам прям поверло. Тринадцать мантикор убивать в удовольствие не уже среднего. Нет, давайте стрелков мы все-таки оставим. Ага, горницын у нас сразу же убегает, как только нас завидев. Что-то там вообще мы ничего не можем сделать. Тоже не так вышло. Или что-то бодро убегает от нас. Ну, шустро это мы что-то такие не очень шустро. Так, ладно. Так, что здесь давайте тоже посмотрим, чтобы как-то у нас было понимание, что тут вообще. Продвинемся, насколько это возможно. Так, здесь строим чудищ. Деньги есть. Поэтому тут мы даже не думаем. Ага. Ну и забираем замок по-простому, да, совсем? Угу. 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 Ясно. Угу. 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 Так. Шестой день. Ну, тут тусоваться-то нам какой смысл. Надо идти дальше. Так. А куда дальше? Куда идти? Куда идти? Даже понятно, куда идти. Ну что? И у синего нет замка, да? А Грааль? Есть ли Грааль? Ну, понятно вот. Ну, давайте пытаться перехватывать нашего друга и оппонента. Ну, как? Так. Неожиданно. Синий слился об Крестьяноград. И мы победителя. Ну. Поздравляем. Ваши враги победены. Победа осталась за вами. Боевой единорог. Да, 28 дней игровых. Тоже быстро у нас все получилось. Ну, что сказать. От сценария осталось смешанное такое, да, впечатление. С одной стороны мы справились. Сделали все в непростых условиях. Когда не было изначально ресурсов. Заняли все вражеские замки. Пресекли попытку нашего оппонента откопать Грааль. С другой стороны сказать, что этот сценарий мне понравился. Да, сценарий повстанец. И я рекомендую его кому-то для игры. Я тоже не могу. Ну, поставили галочку. Прошли очередную карту. Надеюсь, что следующие сценарии будут более интересны. И будут приносить действительно классные положительные эмоции. Как это было в случае со сценарием Пираты. Еще раз рекомендую посмотреть тем, кто не видел его. Там все гораздо было интереснее, динамичнее, неожиданнее. Ну и так далее. Сами подберете эпитеты после просмотра. В любом случае, ставьте пальцы вверх, оценивая это видео. Подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного. С вами был Антикуар. До скорой встречи. Пока.